Дамы и господа, мои вам здрасте! Мы будем не мы, если не заберём тайник Кота Бегемота по демке Агропрома. Итак, ребята, мы продолжаем с вами проходить народную солянку, Объединённый Пак 2.1. Надеюсь, здесь этот тайник там же, где в Объединённом Паке 2. Да, точно. Вот она, Любовь, вот она. Добраться до него... Ну, конечно, можно было бы взлететь. Но мы не ищем, ребята, лёгких путей с вами. Сейчас попробуем. Так, есть контакт. Ага, ну и вот здесь вот у нас... Сюда нам на стеночку надо. Ведь, ну, недалеко. Интересно, что там есть, конечно. Так, а тут у нас ПДА. Абсолютно пустой ПДА, ни одного файла. Странно. Оба-на. Киришанло у нас куда-то. Ох ты ж. Карта, пещера. Посячий подгон. Выбираться теперь надо отсюда. Ой. А так это неаккуратно. Так, что за ящик-то стоит? О, бронежилет Бесу. Ха-ха, отлично, ребята. Во, Бес обрадуется-то. Не знаю я, мне или кажется, или так оно и есть, но как я к ним не прихожу, у них, по-моему, тусовка ещё больше становится. Или клюк. Так, кто из вас тут Бес? А, вот Бес. Ну-ка. Бес, жив ещё Курилка? Да, жив пока. Броник совсем решето превратился. Да принёс я тебе новый, держи. Так, ага, способ арт-преобразования он дал нам. Слизь из воронки. Молодец ты, Меченый. Приятно с тобой дело иметь. Слушай и записывай способ преобразования. Можно слизь получить из медузы. Для этого её нужно бросить в воронку. Вместе с хвостом собаки, бинтом и банкой консервов. Вот такие пироги. Так, а работа у тебя есть какая? Да, пошёл ты лапу медведя. Есть у меня лапу медведя, но я тебе её не дам. Так, скучно-то как? Скучно? Ну так, слушай и не скучай. Да ладно, байки травить. Пить меньше надо. Ладно. Раз у тебя больше нет ко мне дельных предложений, тогда пойду я дальше по своим делам. Устраивайтесь, ребята, поудобнее. Сейчас нас ждёт увлекательное занятие. У кого из вас дома есть коты? Надеюсь, у всех. А вот у адреналина их нету. Так, ну чё? Что-то скучновато. Так, ладно. Скучный набор. Как идёт торговля. Ага. Вот оно. Вот этот диалог. Приветствую. Как идёт торговля? Вояки не донимают? Да, и без них проблем хватает. Прикинь, вчера вечером сюда залезло несколько котов-воюнов. Пока я возился в соседней комнате, перебирая обвесы для оружия, и складируя пачки патронов, эти бестии устроили здесь беспорядок. Насали в углу, нагадили на подоконнике, и украли радиомаячки. Но это не так печально, как то, что они стащили очень дорогую моему сердцу вещь. Это кулон на золотой цепочке с фотографией моей замечательной дочки. Я оставил его на столе, чтобы почистить крышку от пятен, поэтому и полез на склад. Но, увлёкшись сортировкой, совсем забыл про кулон. Услышав шум в комнате, я вернулся и застал котов, совсем вышеперечисленным. Пришлось выпустить очередь из автомата в их сторону. Но коты дали дёру. То по лестнице, то по трубам за окном. Лишь после их бегства я увидел, что кулона на столе нет, как и маяков. Вот такая невеселая история. Слушай, у тебя есть время? Этот кулон слишком ценен для меня, чтобы так просто забыть о нём, как о потерянной вещи. Сможешь найти и поймать мурку, стащившую кулон? Блин, адреналин, как ты себе это представляешь? Я, по-твоему, должен звать этих кис-кис-кис? Вискоса у меня с собой нет. Слушай, Меченый, занятие это несложно, но требует выдержки. Даже не пытайся догнать кота буйная. Это бесполезное занятие. Поверь мне, быстрее его в зоне нет мутанта. Чтобы поймать кота, тебе нужно подкрасться к нему. Расстояние между ним и тобой не должно быть больше двух метров. Ты должен пробыть в этом положении не менее двух секунд, чтобы сконцентрироваться на цели. Объясню почему. Кошки очень пугливые и осторожны, животные. Рано начнешь телодвижение, не сможешь удачно схватить свою жертву. Она вырвется и убежит. Потом ищи ее по всей округе. Опоздаешь на пару секунд, кошка тебя учует и рванет, сверкая своими подушечками. Ни в коем случае не стреляй в мурок. Не дай бог повредишь кулончик. И еще одно условие. Кота нужно найти немедленно, не уходя с акропрома. Кто знает, что с ним может случиться в дальнейшем? У меня записаны частоты маячков. Судя по меткам на карте, всего воришек семь. У одного из них мой кулон. Справишься? Блин, дохлый кот мало забот. Сыграю в кошки-мышки, конечно. Так, ну и что, ребята? Я, конечно, тут почистил предварительно локацию от всяких лишних котов. Котов, собак, ну и прочей нечисти. Правда, бандюков я не убивал, они все равно спавнятся. Забыл я, вот здесь вот за заборчиком остались несколько собачар. Пси-собак. Ладно, хрен на них. Надеюсь, там котов нету. А у нас коты с метками. Блин, вот здесь как раз-таки кошка и есть. И здесь возле бандосов. Ну, здесь я все почистил тоже. Давайте начнем вот с этого кота. Ну вот, смотрите, один кот завис. Только не знаю, как его поймать. Сзади надо как-то подкраситься. Две секунды надо зависнуть над ним. Я не знаю, что будет. Около двух метров, чтобы до него было. Ну вот, на прицеле у меня есть 10 метров, 9. Фу. Так, котяра. Стой, не двигайся. О. И что же делать-то с тобой? О. Уснул. Ха-ха-ха. Маячок. Так, один готов. Их осталось 6. Ага, вот еще кошка. Ну и здесь кошка. Пока они все, видите, не двигаются. Это уже нас радует. Вот, еще одного котенка, смотрите, поймал. Он стоит, не шевелится. Так, сейчас мы к нему подкрадемся. Главное, чтобы он нас не учуял. Ага, что-то... Что-то ему не нравится. Так, котяра, 2 метра. Ну вот, вроде бы мы близко к ним подошли. Давай уже спать, ложись. Что-то не хочет он. Ой, есть контакт, вырубился. Полтора метра надо, оказывается. Где-то примерно. Еще один поймался. Так, ну этот вроде бы успокоился. Тех котов я напугал, ребята. Двоих. Вот, пришел к этому кошари. Не знаю, сейчас попробуем к нему подобраться. Интересно, надо полуприсед садиться или не надо? Что-то он нервничает. Этого я так и не смог пока поймать. Вот так вот. Ну давай. Спать, ложись, телепатируйся. Ой, есть контакт. Поближки надо подходить, блин. Третий кот и тоже пустой. Нет кулона пока. Так, а где еще у нас коты? Все успокоились. Вот этого можно и вот этого можно, в принципе. Этих двое опасно, блин. Ладно, давайте с этих, наверное, начнем. Вот он лег, смотрите, лежит, умывается. Вот хитрый же, а кадр? Чего ты нервничаешь? Сиди давай. Лежи спокойно, мойся. Ой, есть. Блин, и этот пустой тоже. Ну вот он, завис котяра. Никак успокоиться не мог. Ху, неужели я сейчас тебя поймаю? Не вздумай дернуться. Блин, всех собак здесь, ребята, перебил. Ё-моё, так. Три метра, два метра. Есть, еще один готов. Блин, тоже пустой. Осталось две кошки. Вот одна. Вот эта вот неугомонная, блин, бегает там, как перепуганная. А этот, смотрю, долго уже сидит. Пойдем посмотрим. Засел вон, в кустах, смотрите. Сейчас попробуем-ка мы его оттуда выкурить. Так, котенок. Стой спокойно. Лежи, вернее. Я уже замучился с вами, с этими котами. Ой, есть. Так, вот он, кулончик. Ха-ха, отлично. Все, ребята, на шестом коту. Не знаю, будем седьмого ловить. Давайте седьмого, на всякий случай, поймаем. Не удалось мне, ребята, словить последнего котенка, то ли из-за аномалии, он там постоянно ходил по этой аномалии, может быть, она его бесила. Он никак не мог успокоиться. Ну, ладно, в принципе, задачу-то мы выполнили. Воришки были благополучно пойманы, допрошены и подвержены пыткам. Один из них сознался и раскаялся. Мера пресечения вечное служение на благо сталкеров в качестве охотника на крыс. А-а-а, это шутка такая, смешно. Улон где? Да расслабься, адреналин. Волнение ни к чему. Вот он, бери. Ух, камень с души упал. Фотография дочурки для меня бесценна. Это единственное напоминание о том, что кто-то еще ждет меня. Спасибо большое. Надеюсь, награда тебе понравится. Блин, адреналин. Понимаю. Береги себя. Получен предмет. СВД-кобра. Патроны к нему. Гранаты. Ну, в принципе, я думал, может быть, рецепт какой-нибудь мне передаст. Ну, ладно. Не хочешь, рецепт и так сойдет. Ну, все, ребята. Здесь, по-моему, мы уже все задания выполнили. Теперь отправимся на склады. На складах мы с вами уже встретимся в следующей серии. А на этом, ребята, хочу попрощаться со всеми. Всем спасибо, кто смотрел меня. Отдельное спасибо всем, кто комментирует мои видео, подсказывает мне по прохождению. А пока, ребята, хочу попрощаться со всеми. А пока, ребята, всем пока. До встречи в зоне.